Гори Добрый день, дамы и господа. Мы находимся в Манхэттене, столице мира. Она вмещает все. Сколько национальностей она вмещает, об этом даже Циру не знает, я так думаю. Но все-таки, когда здесь появляется русский человек, сразу русский человек русским духом пахнет. Вот смотрите, мы в самом центре Манхэттена, а здесь уже русская чайная, а вот здесь Корнеги Холл. И вы знаете, когда человек, русский человек переступает порог Корнеги Холл, это что-то значит. Для этого надо пройти какой-то жизненный путь, для этого надо состояться. Сегодня со мной Владимир Андреев, он не отпускает меня в Манхэттене на дну, потому что он причастен к тому, что русский человек перешагнул порог вот этого знаменитого Корнеги Холл. И здесь вот афиша, читайте. Мария Росси, знакомая это имя? Конечно, знакомая. Это жизненный путь пройден не один месяц, а даже не один год. Володя, сколько же вы шли к этому Корнеги Холл? Один год. И в течение этого года, конечно, сделана феноменальная работа. Прежде всего, конечно, в этом ты нам помогла, поскольку много передач было. Три тура, которые были здесь по Америке, это третий тур. Главное не я, главное о ком снимать передачи, чтобы был тот человек, о ком снимать передачи. В общем, три месяца назад мы, когда Мария Росси и Андрей Сиденко уезжали из Америки, из очередного тура, мы решили, что у нас будет концерт в Корнеги Холл. И вот три месяца дичайшей работы, труднейшей работы. Этот тур, американский тур, состоялся. Он начался в Вашингтоне, в посольстве Российской Федерации. Потом он переехал, этот тур переехал в Нью-Йорк, на Дэвидзен Радио, в Организацию Огненных Наций. И вот сегодня заключительный концерт в величайшем зале мира Корнеги Холл. Ну, вы сейчас переступите вот этот порно Корнеги Холл. Мари Росси войдет на сцену, к сожалению, Корнеги Холл не разрешает снимать концерт. Но мы продолжим сегодняшнюю передачу, мы сейчас не прощаемся с вами. Мы продолжим ее в арт-кафе, где мы вас с нетерпением будем ждать. Накроем стол, зажжем свечи и завершающий этап мы снимем там. Ну, а сейчас бы я хотела немножечко поговорить с Мари Росси. Для меня она просто Марина и для тебя, Марина. Да, да. Да, и спросить ее, боится она? Трусит ли она немножечко перед этим залом? Она никогда так не волновалась, как волнуется сегодня. Но мы сделали все возможное, чтобы она была как в кругу семьи, в кругу друзей, которые в этот счастливый и в то же время очень трудный момент рядом с ней. Итак, перед концертом мы буквально вырвали Мари Росси из цепких рук ее продюсера, ее менеджера, ее пастмейкера. В общем, мы ее вырвали, чтобы буквально несколько слов вот у этой афиши, Мари Росси, и чтобы все видели, что ты в Корнеги Холл. Ну что, девочка, волнуешься? Я волнуюсь, как первый раз в жизни сдаю экзамен. Такое состояние... Первый раз ты сдаешь экзамен на этом уровне. И слезы, и смех, и какое-то нервное такое состояние. Но радость и счастье, если бы так было всегда, наверное, можно было бы умереть от счастья. Да, вот это счастье. Ты знаешь, я с удовольствием буду ждать тебя сегодня и с радостью, с надеждой, что пришло все великолепно. Буду ждать тебя в арт-кафе. И вот я и оператор, и многие гости, которые хотят тебя поприветствовать, вот будут там тебя ждать. Я желаю тебе удачи. Я желаю тебе, вот знаешь, вот как прикоснуться к Богу, когда ты будешь петь. И это будет так. Машенька, счастья тебе на этой сцене. Спасибо. Ты сделала большой путь, ты много, девочка, работала. И счастье тебе. Спасибо. Вы открываете эту дверь так вот как-то запросто. А между прочим, сегодня эта дверь открыта для замечательной певицы из Москвы, из России. А вы с ней знакомы? Да. Представьте, посчастливилось быть знакомым. Каким образом? В некотором роде продюсер этой замечательной... Я хотела разыграть, но, ты знаешь, получилось наполовину. Слушай, Андрюш, ты волнуешься. Ну, конечно, даже вот пытаюсь в закрытую дверь зайти. В дверь барбат. Да. Ну, я думаю, что она сейчас откроется как по мановению волшебной палочки, потому что сегодня все для нас. Надеюсь, это самый счастливый день и рождается что-то новое. Это первый счастливый день в новом пути. Счастливых дней должно быть очень много. Согласен полностью. И вот этот самый кульминационный день, на котором мы мечтали и который есть. Вы сознательно шли в Карнеги Холл? Или это как-то получилось спонтанно, это вышло из всей вашей работы, из всей вашей продюсерской, актерской, певческой? Ну, я думаю, артист всегда сознательно идет к вершине. И Карнеги Холл – это одна из вершин. Слава Богу, не последняя. У нас еще есть… Это первая только? Да, еще есть. Это ступень? И не думайте, что это вершина? Конечно. Поэтому вот мы до нее добрались. И сейчас надо водрузить наш российский флаг на ней. Пожалуйста, веди себя к ней сегодня по отношению к Марине очень нежно. Потому что ты ее всегда ругаешь, не даешь ей есть, не разрешаешь лишнее говорить, соблюдаешь режим. Сегодня разреши ей многое, хорошо? Да, сегодня разрешаю, слышите, я ей все разрешаю. А мы вас будем ждать. Спасибо. Все, триумфа вам, ребята. Спасибо большое. Да будет так. Слава Богу, ребята. Я искренне испытываю, это трудно очень сказать, что я испытываю, потому что я сегодня первый раз в жизни себя почувствовала женщиной, причем дорогой женщиной. Не просто вот певица вышла, а я себя, я видела, когда я вышла во второе отделение, и в черном платье, и мужики, пардон, мужчины, на первом виду сказали «Вау!». Я поняла, что все, петь не надо. Я вспомнила Андрея, который мне говорил все время секс, и петь не надо. Спасибо вам, будьте счастливы, и пусть вы будете каждый день испытывать то, что сегодня испытала я. Спасибо. Спасибо.